Здравствуйте! В эфире Первого Карагандинского новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители частного сектора Михайловки задыхаются от испарения мусора около своих домов. По словам жильцов, твердобытовые отходы здесь не вывозятся уже несколько месяцев. В Карагандинской области ремонт автомобильных дорог идет с опережением графика. В этом году впервые будут сданы 502 километра дорожного полотна. Как в Караганде идет подготовка к отопительному сезону. Как проводится реконструкция тепловых сетей и какие есть дефекты. Обо всем по порядку. Жители частного сектора Михайловки задыхаются от свалки мусора около своих домов. С их слов, компания Горком Транс не вывозила бытовые и другие отходы уже больше шести месяцев. Хотя жильцы их услуги оплачивают исправно. В ситуации разбиралась Аймамрина. Три раза позвонила Горком Кос, она была замначальника. Она сказала, говорит, мы не обязаны за каждым двором следить. У меня 6000 дворов, звоните в коммунальную службу вашего района и пусть они убирают. Жители домов улицы Новая и Седова делят этот мусорный контейнер на три дома. Люди два года назад заключили договор с компанией Горком Транс. Исправно платили за их услуги. Главное, чтобы двор был чистый. Однако с начала зимы текущего года, по словам жильцов, подрядная организация свою работу выполнять перестала. Теперь от скопившегося мусора идет зловонный запах. Свалка с каждым днем растет в размерах. Место облюбовали бродячие собаки. Почему я должна вот этим вот мусором нюхать? У меня бабушка гипертония, у нее постоянно давление. Она постоянно выходит, но это уже придет. Собаки дохлые, куры дохлые, кошки дохлые. Я почему должна это жить здесь? Я же тоже и налоги плачу, и все плачу. Пусть убирают вот это. Страдают от мусора не только владельцы этих домов. Запах гнили от останков животных чувствуют и соседи. Труженица тыла Халила Заляева живет в этом районе уже больше 30 лет. Но, по словам ветерана, такого безобразия еще не видела. Зловоние от помойки проникает даже в дом. Мы-то все-таки же дышим этим. Порточки мы не открываем. Пожалуйста, нам помогите. Вот в этом деле нам помогите. Чтоб такого безобразия у нас не было. Обращения в Горкомтранс, со слов жителей, не дают результатов. Им сначала пригрозили убрать контейнер. Вчера его уже перевезли с места скопления мусора к другому дому. А сегодня и вовсе увезли куда-то. Знаете, когда вы свалку совершили, теперь берут контейнер и ставят прям вот к людям во двор, можно сказать. А я сегодня говорю, вот вы нашли решение, завтра у них все это обрастет мусором. Вы принесете нам поставить этот контейнер? Они отвернулись вообще, Тань, видела? Повернулись и пошли. В компании Горкомтранс нам пояснили, что они обязаны убирать только содержимое контейнера. Близлежащий с урной мусор они вычищать не обязаны. По словам специалистов, несанкционированные свалки в первую очередь виноваты сами жильцы. Они должны контролировать, чтобы в их контейнер и рядом с ним не кидали мусор посторонние. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Они не могут содержать это место, они не хотят смотреть за этим контейнером, они не хотят убирать это место, они не хотят воевать с теми соседями, которые не имеют с нами договора и носят в этот контейнер мусор. Проблема стоит в этом. Возмущенные жители с таким ответом услугодателя не согласны. С их слов вызывать участкового и следить за каждым выпрошенным пакетом мусора они не могут. Жители частного сектора Михайловки устали жить посреди мусора. Запах от свалок чувствуется даже в их домах. Жильцы просят чиновников разобраться и наказать нерадивую компанию, которая не выполняет своих обязательств. Айям Амрина, Исламбе Госпан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Акимобласти одобрил 11 проектов в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020». Участники выступали с докладами перед главой региона и доказывали, что их проекты будут полезны в будущем для города. К слову, мероприятие проходило в дружеской обстановке. Проектов было 11. Общий объем инвестиций составляет 1 миллиард тенге. Каждому бизнесмену Нумухаммед Абдебеков дал право выступить и защитить свои идеи. К примеру, Надежда Дегтярева представила свой проект – открытие новой гостиницы. Доход от первой в прошлом году составил 37 миллионов тенге. Средняя заработная плата сотрудников – 40 тысяч тенге. Строительство новой гостиницы почти завершилось. По плану в ней будет 19 номеров. Мы очень просим нас поддержать. И что значит наш проект? Это создание новых дополнительных мест, увеличение налогов, увеличение заработного фонда наших работников, увеличение номерного фонда города. У нас очень удобное расположение. И среди наших гостей в основном – это гости города, дальнего и сближнего зарубежья. На этот проект, взвесив все «за» и «против», спросив мнение остальных участников, Акимобласти дал добро на продолжение субсидирования этого проекта. Программа Надежды Гусевой получила финансирование от банка в размере 50 миллионов тенге на проведение строительно-монтажных работ и закуп необходимого оборудования. Желаем вам успешной реализации в полном объеме этого проекта. Подобный ответ услышали и остальные 10 бизнесменов. Каждый из них представил главе региона и остальным присутствующим твердые аргументы и цифры, какую ценность несут их проекты. Они включают в себя сельское хозяйство, обработка леса, строительство гостиниц, производство продуктов питания. Позволит увеличить количество рабочих мест, что в свою очередь обеспечит повышение налоговых поступлений в бюджет. По итогам заседания Аким поручил управлению предпринимательства направить список одобренных проектов в фонд развития предпринимательства дому и банки второго уровня, а также в акиматы городов и районов для проведения соответствующих процедур. Амина Смаков, Исланбек Аспан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. В Карагандинской области ремонт автомобильных дорог идет с опережением графика. В этом году впервые будут сданы 502 километра дорожного полотна. Сегодня с ходом ремонтных работ решил ознакомиться первый заместитель Акима области Ассулбек Дюсюбаев. На объезде участков побывала и наша съемочная группа. Рабочий выезд в целях контроля выполнения дорожно-строительных работ начался с объезда новой автодороги Астана-Тимиртау. Нет, погодного условия тоже будем смотреть. В этом году в области разработана дорожная карта ремонта, согласно которой в текущем году будут сданы более 500 километров дорожного полотна. Это больше, чем в прошлом году, более чем на 100 километров. Все эти работы умеряются, все у нас качества в соответствии всем параметрам. Я считаю, что благодаря тому, что правительство выделило деньги в циклассе программы «Новый жёлт» и областного бюджета, все работы у нас выполняются в срок, все дороги будут сделаны. Подрядчики обещают, качество дорог будет отличное. По их словам, они соблюдают все нормы укладки асфальта. Результат проверяется пятиступенчатой формой контроля качества. Немного больше времени у нас заняла подготовительная работа. Также погодные условия доставили небольшие трудности. Но всё же мы укладываемся в срок и даже опережаем его. Все работы по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог идут с опережением графиков. Так заверили нас представители подрядных организаций. Дорога Астана-Тимиртау будет завершена в конце 2016 года. Айам Абрина Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Карагандинские чиновники намерены найти и исправить дефекты до наступления первых холодов. Андрей Ляпунов совместно с местными исполнительными органами проверил, как идёт реконструкция тепловых сетей. Об этом более подробно расскажет наш корреспондент. Заместитель Акима области Андрей Ляпунов проверил ход работы реконструкции тепловых сетей сразу на четырёх участках. В целом чиновник остался доволен. Но замечания некоторые директоры подрядных организаций всё же получили. Темпы работ в принципе не слабые. Хоть и говорят, что не успевают подрядчики, всё нормально. Всё идёт в графике. Не стоит никому волноваться. Отопительный сон мы сказали начнём 1 октября. Будем готовность иметь 1 октября. Так оно и будет. Буквально вчера проводили селекторное совещание со всеми регионами. У нас намечено к 25-26 сентября закончить работу на всех объектах теплоснабжения и начать заполнение тепловых сетей. В Караганде были отобраны 4 инвестиционных проекта на сумму более 2 миллиардов тенге. В конце июня текущего года заключены договоры между компанией заказчика ТО «Теплотранзит Караганда» и компаниями исполнителей ТО «НС-Система» и ТО «Тимирарка». Понимаете, когда население смотрит на ремонтные работы, они, немаловажная деталь, когда они смотрят какие-то кривые косые поставили, или, например, ровно всё закрыто, ничего не видно, люди там работают, постоянно какой-то процесс идёт. Вот это для них уже является каким-то, скажем, правилом хорошей работы. С начала отопительного сезона в первую очередь дадут тепло в социально значимые объекты. Это здания учебных учреждений, здравоохранения, и по заявкам КСК начнут отапливаться многоэтажные жилые дома. Эта процедура уже всем знакома. После обращения председателя кооперативов из «Теплотранзита» выезжает группа наладчиков. Они определяют готовность и подключают объекты. Всего в этом году были заменены более 4 километров труб. В контрактах, которые заключены между заказчиком и подрядными организациями, обговорены все штрафные санкции в случае отставания или выполнения некачественной работы. Кроме того, в течение двух лет подрядчики будут нести за неё ответственность. К другим новостям. 16 волонтеров из Карагандинской области отправились в Алматы на летние этапы Кубка мира ФИС Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. Это спортивное соревнование ежегодно проводится в разных уголках мира. Ожидается, что в этом году Казахстан посетят спортсмены из 20 стран. 16 молодых и инициативных ребят из Карагандинской области будут участвовать в организации летнего Кубка мира Гран-при. Всего из Казахстана 140 волонтеров. Они будут помогать нашим и иностранным спортсменам. Мы везём делегацию. Состав делегации – это волонтёры, которые будут работать со спортсменами в Алматы на соревнованиях летний Кубок Гран-при по прыжкам с трамплина среди мужчин и женщин. Спортивные состязания состоятся 12-13 сентября на комплексе лыжных трамплинов Сункар города Алматы. В соревнованиях примут участие спортсмены из 20 стран мира. Волонтёры из Казахстана будут встречать гостей в аэропорту, помогут им расселиться в отеле, а также познакомят с достопримечательностями Южной столицы. Ребята с нетерпением ждут встречи со спортсменами. Они считают, что это хорошая возможность расширить свой круг знакомств и пообщаться с людьми из других стран. Университет само по себе – это второе по значимости мероприятие после Олимпийских игр, так как в нём участвует уже студенческая молодёжь. Данное мероприятие будет проводиться в 2017 году в Алмате с 28 января по 9 февраля. Будут разыгрываться медали по 13 видам спорта, средних и кёрлинг, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное кантание, фанкобежный спорт и многое другое. Волонтёров выбирали строго, по определённым критериям. Все они из разных университетов и колледжей, но они должны хорошо знать английский язык, иметь опыт в деятельности волонтёра и быть образованными людьми. Я был волонтёром на таких мероприятиях, в том числе и в Каргандинской области. Был волонтёром от журнала «Выбирай», от моего университета Каргандинского государственного университета. В данный момент наши обязанности ещё не разделили между собой, так как по приезду нам уже скажут, кто где будет помогать спортсменам, показывать им, либо работать в аэропорту. Соревнования такого масштаба – это ещё один шаг навстречу к универсиаде 2017. В Алма-Ате гостей и граждан нашей страны будут встречать лучшие волонтёры, которые уже имеют опыт в подобной деятельности. Ребята отправились помогать в организации Кубка мира с хорошим настроением и позитивным внутренним настроем. Лариса Хусейнова, Жасулан Кулбеков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. От ПАСЭ Олт-Трега под таким девизом состоялся городской семейный конкурс. Более 20 семей приняли участие в этом непростом состязании. К подготовке участники подошли с особой ответственностью. Каждая команда выделилась оригинальностью, творческим энтузиазмом и семейной сплочённостью. Моя семья – моя крепость. В Караганде провели конкурс среди самых дружных и творческих семей города. Мероприятие призвано способствовать гармоничному развитию детей в интеллектуальной и социальной сфере, положительных, эмоциональных и волевых качеств. Семья – это ячейка общества. Это, считаю, что главное. Мы любим активный отдых с палаткой в лесу на много дней. И так как сын рассказывал об этом в школе, решили, что мы можем поучаствовать в этом. Я рад, что наши старания хорошо проводить время. С заметной стороны тоже. Спасибо всем организаторам. Развитие государства и благосостояние народа во многом зависит от семьи и воспитания. Главная задача конкурса, напомню, что ЧИТА – это основной элемент общества. Она была и остаётся хранительницей национальной культуры и духовно-нравственных ценностей. Организаторы наградят победителей по трём номинациям. Первая номинация – «Молодая семья» от 1 до 10 лет. Вторая номинация – «Серебряная семья» от 10 до 20 лет совместной жизни. И третья номинация – «Золотая семья». Организовали семейный конкурс отдел внутренней политики города и общественное объединение движения молодёжи за будущее Казахстана. Праздничная атмосфера, яркие костюмы и незабываемые номера – всё это можно было наблюдать на мероприятии. К участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых обладают высокими трудовыми, спортивными, творческими, интеллектуальными и научными достижениями. Асель Сенабаева, Исламбек, Аспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В целях пополнения областного бюджета сотрудниками отдела административной полиции города Караганды совместно с городскими судоисполнителями проводится профилактическое мероприятие. С недобросовестных граждан будут взыскивать неуплаченные налоги и административные штрафы. Профилактическое мероприятие началось 8 сентября. Государственные служащие принимают меры по взысканию штрафов с лиц, уклоняющихся от уплаты. Личный состав отдела административной полиции УВД города Караганды перевели на усиленный вариант несения службы. Сотрудники полка дорожной службы и судебно-исполнительные органы провели обход квартир злостных неплательщиков, а это более 300 квартир. Также на спецмашине автораган было проверено свыше 600 автомашин, в котором выданы извещения об оплате наложенных штрафов. Также в период проведения данного мероприятия всего взыскано свыше 4 миллионов тенге в бюджет области. Административные штрафы были направлены по месту работы для удержания заработной платы. Именно так будут бороться с неплательщиками. Всего было направлено 50 постановлений по месту работы, а посредством автоматического дозвона были оповещены 300 граждан. Управление Комитета по Карагандинской области провел проверку в Департаменте государственных доходов области. Главным вопросом расследования был своевременность дачи декларации об имуществе лицами, которые были уволены по отрицательным причинам с государственной службы. Проверка установила факты не сдачи. Подобные факты о доходах и имуществе зафиксированы в отношении 32 лиц. Это административное правонарушение статья 274 Кодекса Республики Казахстан. Все нарушители уже понесли соответствующие наказания, ведь кто-то из них не представлял декларации о доходах в течение трех лет. Соответственно, по нашему представлению, данные нарушения закона были устранены, и все лица были привлечены к административной ответственности, то есть которыми не сданы декларации в органы государственных доходов. Здесь также хочу отметить, что бывали случаи, когда лица были уволены еще в 2012 или в 2011 году с государственной службы, и на протяжении последних трех лет, то есть 2012, 2013, 2014 года, они в органы государственных доходов не предоставляли декларации о доходах. 25 сентября состоится ярмарка свободных рабочих мест и вакантных должностей. Она начнется в 9 утра в спорткомплексе имени Нуркена Апдирова. И еще об одном. В период с 15 по 20 сентября в связи с проведением ремонт по замене теплотрассы планируется перекрытие перекрестка автодороги улиц Ленина и Поспелого. Вместе с этим состоится открытие автодороги Бульвар Мира по четной стороне и закрытие автодороги по нечетной стороне. Движение транспортов будет осуществляться по улицам Тулепова и Терешковой. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова